Всем привет дорогие друзья! Сегодня наконец-то затронем тему белков. Все мы знаем и уверены, что нам нужны белки. И также многие знают, что белки состоят из аминокислот. А те, кто больше занимаются темой питания или допустим спортсмены, также знают, что есть там еще и незаменимые аминокислоты. Это те, что не синтезируются в нашем теле. Но вот теперь зададим вопрос, а сталкивался ли кто-нибудь с проблемой дефицита хотя бы из одной из незаменимых аминокислот? Мы все убеждены, что нам нужны белки. И сразу же на ум приходит мясо, молоко, яйцо и творог. И это первое главное неверное убеждение. Нашему телу нужны не белки, а аминокислоты, так как наше тело строит свой белок. Не использует белок теленка или курица. Мы строим свой, который нужен тому или иному нашему органу. И сразу же рассмотрим второе неверное убеждение. Это то, что питаясь растительной пищей, будет нехватка белка. Это не так. Я повторюсь, можно получить нехватку белков, если только питаться, наверное, что одними конфетами. Все аминокислоты, в том числе и незаменимые, есть в растительной пище. И как вы уже знаете из предыдущего моего видео, растительный белок проще и легче усваивается нашим телом. Высокомолекулярный животный белок несет больше вреда нашему организму, чем пользы. Поэтому я перешел на растительное питание. И, кстати, на земле все крупные животные, они травоядные. На это стоит тоже обратить внимание. И я начал этот путь, я имею в виду путь питания на растительной пище, и с радостью делюсь с вами. Мы все прокатились, как по станку, по этой матрице жизни и приобрели огромное количество убеждений. Но все ли они верные? Книги Брайана Трейси учат развиваться и говорят, мы можем все. Все ограничения – это убеждения в нашей голове. Теперь разберем убеждения о норме белков в день. Ведь многие скажут, я ведь спортсмен, мне нужно больше белков. В целом это правильно и верно. Но на данный момент нормы белков сильно завышены. Вообще, очень интересно, как образовалась норма белка. Если вкратце, то ученые взяли состоятельных людей, а состоятельных потому, что они могут позволить купить любую пищу, любую еду. И посмотрели на их рацион. Они считали и думали, что человек подсознательно сам выберет, сколько и что ему нужно. И выберет, соответственно, ту пищу, которая полна белком и другими полезными веществами, углеводами и жирами. Но согласитесь, что это неверно. Это даже неадекватно и ненаучно. Поэтому нормой все считают от 130 до 180 грамм белков в день. Но вот, например, другому ученому, которого зовут Рассел Хенри Читтенден, это не понравилось. И более того, он обратил внимание на разные части мира и увидел, что многие люди живут, потребляя втрое меньше якобы нормы белков. Это норма от 60 до 80. Также он в своей жизни встретил веганов и воскликнул, о боже, они живы? Они употребляли по 40 грамм белка в день. Позже ученый начал проводить опыты и успешные. Он начал с себя. Снизил потребление белков со 120 до 40 грамм. У него улучшилось самочувствие, он сбросил вес, и артрит в коленях перестал его беспокоить. Дальше он ставил эксперименты над своими коллегами. Он взял 5 человек из преподавательского состава, а также более активных людей. Все они улучшили свое самочувствие и также сбросили лишний вес. Для финального эксперимента он взял 8 студентов-спортсменов, и не просто спортсменов, а олимпийских спортсменов, посадил их на свою диету, и они улучшили показатели на 45%. Эти исследования, ребята, внимание, были опубликованы еще в 1904 году. Прошло больше 100 лет, и все до сих пор верят в какие-то запредельные нормы белка. И более того, употребляют высокомолекулярный животный белок. В среднем человеку необходимо до 1 грамма на килограмм веса белков. Сыроедам же достаточно еще меньше, примерно 0,5 грамма на килограмм веса. Я надеюсь, что хоть кто-то откроет глаза и посмотрит, в какой матрице мы живем. Напомню, что животный белок не усваивается в полной мере, а остается гнить и выделять вредные вещества, оставляемые в нашем теле. Задумайтесь над своим телом и здоровьем. Убеждения убеждениями, но жить-то вам, и вам выбирать, как жить, сколько жить, сколько долго жить. Не смотрите ни на кого. Изучайте, пробуйте, меняйте. И, кстати, ведь не просто так, не просто ради какого-то хайпа или чего-то доказать, есть очень много известных веганов и вегетарианцев, такие как Пол Маккарни и Том Круз. Напоследок, я подготовил небольшой список этих людей. Вы только посмотрите, как они выглядят в свои годы. Надеюсь, ребята, видео было полезным. И если хоть один человек, посмотревший видео, задумается, я не зря старался. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok